Настоящую легенду видно сразу. К ней почти невозможно прикоснуться. Но только не для тебя. Это твоя легендарная кредитная карта Альфа-Банка. Закажите бесплатную кредитку с целым годом без процентов и получайте супер кэшбэк рублями каждый месяц. А еще бесплатно снимайте наличные в любых банкоматах. Не просто выгодно, альфа выгодно. Двадцать восемь мажоров исправились за три сезона реалити «Чада из ада». Испытания чадами прошли 60 взрослых и 183 ребенка из принимающих семей. Но... Остались еще наследники несметных богатств, превращающие жизнь родителей в ад. Они тратят баснословные суммы, а предков отправляют в игнор. Я вот такое вот не ем. Продолжаем перевоспитывать мажоров в обычных семьях. Что произойдет с богатыми и невыносимыми? Ну, как мне делать-то? Смотрите прямо сейчас. Золотая клетка открывается. Чада из ада. Она собирает вещи. С призывом о помощи к нам обратилась семья Романенко из Тюмени. Здравствуйте, меня зовут Зухра, я мама Алины. Меня зовут Марина Михайловна, я бабушка Алины. Мы отправили Алину в Москву учиться в университет, но учиться она совершенно не хочет. На свое 17-летие Алина попросила миллион рублей, чтобы съездить в Дубай с праздного день рождения со своими друзьями. Что вы думаете, она сделала? Она их потратила на ринопластику. Я в ужасе, что она в столь раннем возрасте начала косметологию злоупотреблять. Просто я боюсь за ее будущее. Мы не понимаем, зачем она это делает, почему она не принимает себя. Мы с отцом очень переживаем, что дальнейшее бесконтрольное владение деньгами приведет ее к непоправимым последствиям. Пожалуйста, помогите нам. Зухре Романенко 41 год. По профессии юрист. 10 лет назад оставила карьеру и стала домохозяйкой, чтобы больше внимания уделять дочерям. Алина росла очень избалованным ребенком. Родилась, можно сказать, с ложкой золотой во рту. Отец Алины, Роман, занимается цветочным бизнесом. Они с Зухрой развелись 11 лет назад, когда Алине было 6 лет. Через 8 месяцев Роман снова женился. В новой семье у него родилось двое детей. Роман оказывает Алине финансовую поддержку – полмиллиона рублей в месяц. Алина с ним общается редко и в основном по телефону. Ее отец хороший человек, добрый, но он человек работы, не семьи. Поэтому я приняла решение в какой-то момент и подала на развод. Когда родители расстались, Алина очень болезненно перенесла. Плакала, ждала. Я думаю, отец сейчас компенсирует все это. Отчим у Алины – Александру 45. Он растит Алину с 7 лет. И, как и родной отец, щедро снабжает Алину финансами. У Александра с Зухрой есть общая дочь – 10-летняя София. Александр управляет животноводческим предприятием. Он отказался от участия в съемках из-за занятости на производстве. Поэтому на проекте его заменила бабушка Алины Марина Михайловна. Она мастер вечерних причесок. Сейчас на пенсии. Романенко живут на два города – в Тюмени и в Москве. В Тюмени они владеют 4-комнатной квартирой площадью 250 квадратных метров и стоимостью 45 миллионов рублей. Также у семьи есть дача и несколько земельных участков. Помимо этой недвижимости, Романенко инвестирует в новостройки в Московской области. Доход семьи – коммерческая тайна. Младшая дочь, 10-летняя София, живет с родителями в Тюмени. А вот Алина исполнила свою детскую мечту и переехала в столицу. Впервые в Москву она попала в 15 лет – на каникулах. Мы вернулись в Тюмень. Захожу как-то к ней в комнату. Она, значит, лежит вот так вот на кровати, ручки сложила. Я к ней что случилось? Алина говорит, жду, когда закончу эту школу. И уеду в Москву. Алина ходила в частную школу, где были дети депутатов. Алина закончила 11 классов и больше учиться не хочет. Сейчас Алина Романенко 17. В Москву Алина переехала 3 месяца назад после окончания школы. Живет в собственном доме, который родители купили специально для нее. Я самая популярная, дерзкая, стильная, ну и, конечно, богатая. По сути, Алина – дочь двух миллионеров. Деньги поступают к ней просто каким-то золотым потоком. Содержание Алины обходится семье в среднем в 700 тысяч рублей в месяц. Карманные деньги тратятся на путешествия. Абонементы в топовые спа и салоны красоты. Мне нужно сделать макияж и укладку за 30 минут. Конечно, это наш концепт. Алина – постоянная клиентка бара укладок. Дочь миллионеров появляется на публике только при условии, что выглядит на все сто. Вам понравилось? Ну да, все супер. Питается Алина только в ресторанах, где готовят новую русскую кухню. Сочетание классических русских рецептов и новаторских трендов мировой кулинарии. Если Алина не успевает поесть в заведении, заказывает доставку на дом. Даже любимую собачку Шпица Дарка Алина приучает к красивой жизни. Я не жалею деньги на процедуры для моей любимой собачки. Ведь я часто беру его в рестораны и на разные мероприятия. Моя собачка должна быть самая лучшая. И в свои пять месяцев это уже собака дочери миллионера. Сейчас Алина не учится и не работает. Вместо этого она ведет активную светскую жизнь и развивает свой блог. Его подписаны примерно 2,5 миллиона человек. Мой блог основывается на том, что я рассказываю о жизни дочки богатых родителей. Я показываю, что я ем, что я надеваю, куда я трачу деньги. Ну и, конечно, все с завистью за мной наблюдают. Все бытовые задачи за 17-летнюю Алину выполняют помощники. Свободные от готовки, уборки, стирки, время дочь миллионера тратит на съемки и трансляции. Что в сумке у дочери миллионера? Пудра Шанель. Перчатки Бербери. Крен для моих нежных ручек. Буквально все время уходит на развлечения и ведение блога. Ну в жизни же должно быть что-то еще и посерьезнее. Папа бесконечно не будет высылать по полмиллиона в месяц. Как ни крути, профессия нужна. Еще одно увлечение Алины – шоппинг. Первое – это вот такой вот горнолыжный костюм. Купила я его для того, чтобы кататься на лыжах в Сочи. Стоимость такого костюма около 150 тысяч рублей. Да, недорого, но он очень крутой и теплый. Вот такое вот черное платье. Надела я его на день рождения моей подруги. Стоимость такого платьюшка 450 тысяч рублей. Шикарное вязное песочное платье. Я взяла его для того, чтобы гулять на Мальдивах. Там очень жарко, ну если вы понимаете. Вообще я очень люблю дорогую одежду, брендовую. Пусть она не такая вычурная, главное, что на мне надето самое лучшее. Алинке жизненно необходимо находиться в комплиментах, в любви, в ласке, в нежности. Она очень тонкая душевная организация, девочка. А это мои любимые колечки. Вот это мне папа подарил, когда мне с полной 16 лет. Оно мне самое любимое. Сумочка одного известного бренда покупалась, когда мы гуляли с папой. Естественно, цену не помню, потому что покупала не я. Бежевые замшевые макосины покупались мной в ЦУМе, когда был дождь. В тот день у меня не было настроения, и мне нужно было как-то его разбавить. Поэтому купила я их за 250 тысяч рублей. Вообще я очень педантично подхожу к своим вещам. Мне кажется, что вещи это все-таки отражение человека. И у меня вещи довольно-таки сдержанные. У некоторых людей, я считаю, вообще нет вкуса, когда надевают вещи разных цветов. Ну, я считаю, что это колхоз. Я ее поддерживаю во всем, только не поддерживаю ее операции. Ринопластики какие-то себе попридумывала. Смотришь «Беременна в 16» и другие жизненные реалити? У нас для тебя большая новость. Проекты канала «Ю» будут выходить на новом YouTube-канале. Там ты сможешь найти все новые выпуски всех топовых хитов. Переходи на канал «Мама в 16», подписывайся и смотри любимые реалити в любое время. Только тут и раньше всех. За последний год Алина потратила на улучшение внешности около полутора миллионов рублей. Алина в последний раз попросила миллион рублей на 17-й свой день рождения. Она хотела спраздновать на этот миллион день рождения в Дубае. Отец ей перечислил и потратила, пошла деньги на ринопластику. Я была в шоке. Папа у нас чуть с ума не сошел, он так ругался на нее. Мы переживаем, что она может слишком увлечься пластикой и сотворить с собой непоправимые вещи. Конфликт с папой из-за ринопластики, изменение формы носа хирургическим путем усугубился после новых процедур. Ну разве мой носик не прекрасен? Смотрите, какой красивый. Ну я уже подколола губки и подколола подбородок. А еще я бы хотела подкачать себе попу. Я хочу быть самой известной и самой обсуждаемой. И моя попа тоже. Зухра боится, что Алина на ринопластике и уколах красоты не остановится и навредит своей внешности и здоровью. Чтобы она тайком опять не легла на операцию, Зухре приходится контролировать Алину. Как долетели? Долетели-то мы отлично, так вот устали. Бабушка особенно устает по 10 раз в месяц летать в Москва-Тюмень. А зачем вы меня контролируете? Как, зачем, а сколько можно? Ты уже ринопластику сделаешь. Что дальше? Это мое дело, мое тело. Нет, я с тобой не согласна. Надо Малиночка притормозить, Алина. Терпение Зухры на пределе, поэтому она обратилась к нам в программу. Я хочу, чтобы дочка успокоилась, почувствовала себя любимой и переключила внимание со своей внешности на внутреннее. Занялась учебой и своим будущим. Мы сообщили Романенко, что берем их чада в проект. Алина согласилась на участие после того, как папа пригрозил ей, что вдвое урежет финансирование. Мне никто не помогает вообще ничего собирать, все должно со мной. Ну, наконец-то проверится твоя самостоятельность. Я могу самостоятельно тратить деньги. Это не доказательство? Безусловно, самостоятельно тратить деньги могут многие. А правильно тратить? Что я там буду делать? Что-то копать с такими ногтями? Ну, куда я? А еще, как подписчики будут жить без меня? Ты в курсе, что по правилам проекта тебе нельзя брать с собой ни карту, ни телефон? Нет, не в курсе. Я не думаю, что я буду совсем без денег там. Но работать-то я точно не пойду. Это я точно знаю. Я сразу предупреждаю. Характер я свой покажу. Пощады никому не будет. Ладно, все, покеда. Пока, моя хорошая. Эксперимент по перевоспитанию 17-летней дочери тюменских миллионеров Алины Романенко начался. В 1783 километрах к юго-востоку от Москвы в Еманжелинском районе Челябинской области, в поселке Красногорске, что в часе езды от Челябинска, 17-летнюю дочь тюменских миллионеров Алину Романенко ждет семья Калинчук. Многодетные калинчуки – потомки уральских казаков. И участники семейного ансамбля «Люва». Ансамбль у нас казачий. Ну, мы поем и стилизацию, и традицию. Наталье Калинчук 39 лет. Она – хорместер в Красногорском доме культуры «Данка». Я сама из многодетной семьи. Нас четверо у мамы. Я всегда хотела, чтобы мои дети были как одно целое. 43-летний Александр Калинчук в прошлом шахтер. Сейчас работает грузчиком на комбикормовом заводе. Главное, чтобы были дружны, хочу я. Потому что есть большие семьи, но разваленные. Не дружат, не общают. Вот хотим сделать так, чтобы общались. У Натальи и Александра четверо детей. В Красногорском калинчуки живут в частном доме. Его купили на средства материнского капитала. В доме четыре комнаты. На участке есть огород и хоздвор. Дом у нас шикарный. Правда, много работы, конечно. Мы недавно переехали. У нас был дом поменьше. Два раза. Мы хотели пристраиваться. Но мы решили сделать все это по-другому. Средний доход семьи в месяц – примерно 48 тысяч рублей. В основном зарабатывает Александр. Наталья сейчас в декретном отпуске. Также калинчуки подрабатывают выступлением. Я считаю, что если хочешь заработать денег – работай. Мы можем себе позволить, допустим, какой-то там деликатес. В нашем понимании. Ведь у каждого планка своя. Для кого-то фуа-гра, там, я не знаю, верх мечтаний. А для нас, например, ну, собрались всей семьей, зажгли мангал, пожарили шашлыки. Старшей дочери калинчуков Анастасии 17 лет. Она студентка Челябинского колледжа культуры. Учится на хоровом отделении. Увлекается хореографией, театром и музыкой. Настя старшая дочь – это, я не знаю, бомба. У нее ответственность выработана с детства. Большая семья – это очень хорошо. Это весело. Ну, по поводу обязанностей по дому. Сейчас их, конечно же, меньше, так как учусь. И дома не нахожусь. Бывает, что на выходные приезжаю, помогаю. Девятилетняя Дарья учится в третьем классе. Пятилетний Роман ходит в детский сад. Самый младший – Антонине. Недавно исполнилось два года. Надо же пользоваться моментом. Это же все объединяет и нас с детьми, и детей с нами. Ради участия в проекте Настя на четыре дня отпросилась в колледже и приехала домой. Ой, какая красота. Наташа, доченька, как всегда у тебя на славу пирожки. Какая красотенькая. Запах-то о-хо-хо. Моя мама достаточно часто печет. Она какое-то время даже торговала булочками. У нас в поселке очень ценили это. Настя, ты хоть расскажи там про этих челябинских мажоров. Какие они, что из себя представляют? Хотя бы примерно. По поводу детей. Они все избалованы. Что нам ожидать-то от них? Сейчас приедет к нам гость. Вот кто приедет, мы не знаем. Откуда приедет, мы не знаем. Ты даже про подарки забудешь. Готовимся. Пока шок. Такой легкий. Что будет, а кто будет. Как себя будет вести. Как дети себя поведут. Представите мысленно, что у вас есть пятый ребенок. Сильно избалованный пятый ребенок. Не маленького же принесут качать лилей там. О, а маленького. Хотя лилей-то придется. Не, ну я надеюсь, что приедет все-таки девочка. Попроще будет. Ну, мне как-то с ней. А вот насчет пищи, кстати, я думаю, что деревенская пища. Не было еще человека, которому не нравилось. Я не знаю. Мы живем без икры. Очень даже неплохо. Нет, почему без икры? С икрой. Кабачковая. С кабачковой. Заморская. Ладно, все будет нормально. Мы же казаки прорвемся. Прорвемся. А-а-а. В поселке Красногорский, который находится в 70 километрах от Челябинска, Чадо Романенко ждет многодетная семья Калинчук. По условиям проекта дочь тюменских миллионеров 17-летнюю Алину Романенко доставили к дому принимающей семьи. Здравствуйте, гости дорогие, гости дорогие, 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 дорогие наши. Здравствуйте. 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 Тебя как зовут? Шок. Ужлите, здороваться. Ты откуда приехала? Из Москвы. Дочь миллионера. Хорошенькое дело. Мы простые крестьяне. Вот смотрите на нас. Она такая вся красивая, вся ухоженная. По ней сразу видно, что она богатая. Милости просим в народный дом. Проходите, дама. Может, сумочке помочь? Ну да. Не беспокойся, это не сарай, это дом, мы здесь живем. Это сарай. Ну какой есть, зато есть наш. Тебя как вообще зовут? Дочь миллионера, я же сказала. Я не хочу говорить свое имя, потому что для меня эти люди не знакомы. Может быть, я не хочу с ними иметь дело. По правилам проекта, семья после знакомства показывает свое жилье. Но Алина в казачьей семье, где принято гостя сначала накормить. На кухне проходим. А все-таки имя у нашей гости, наверное, есть, приятнее будет нам. Ладно, Алина. Алиночка. С дороги устала, наверное, да? Вот прям перед пирогом садись. Там чисто все. Не переживай. А, кстати, Наташа, доченька, мы чуть не забыли совсем про тортик. День рождения сегодня. Шесть лет ему исполняется. Ну, я думаю, мы можем представиться. Я Настя, самая старшая дочь, мне 16 лет. Моя младшая сестра, Даша, зовут? Мне 10 лет. Ну, это Рома, наш именинник, ему 6 лет исполнилось. Вот это самая младшенькая, Тонечка. Ей 2 года. Мама с папой, Наталья. Я Наташа, Александр. А это моя уже мама, наша бабушка Лариса. Мы все поем, танцуем. Мама, ты очень честная, творческая. Мне кажется, тебе очень должно понравиться. С этими людьми мне придется проводить 4 дня. У меня с ними точно нет общих интересов. В этой всей толпе я вижу девочку, которая моя ровесница. У нее визуально нет никаких укольчиков, красоты, не сделан нос. То есть все максимально натурально. Алиночка, кушаешь оливье? Или только на Новый год? Я ем оливье, но в ресторане только. У нас-то вкуснее. Домашнее. Я ем домашнюю еду в ресторане. Ну, то есть это уже не домашняя еда. Нет, это домашняя еда, но в ресторане. Ну, хоть попробовать. А кто это готовил? Повара? Ну, естественно, нет. Мы все сами готовим. К пирогам как ты относишься? К такой выпечке плохо отношусь. Это не стерильно. Почему? Потому что в таких условиях готовить. Таких в каких? Обыкновенные условия, домашние. Конечно, мы как в ресторане перчатки не надеваем. Это естественно. У нас есть кран, как в любом доме. Есть вода, есть мыло. Мы без ногтей больших, от которыми обычно скапливается грязь. К тому, что у меня ногти грязные. Нет, не у вас. Зачем? Я вам ничего не сказал. У меня ногти длинные. Это очень хорошо. Значит, позволяет вам ваша жизнь. Я играю на баяне. Если я нажму на клавишу, у меня нажмется уже две клавиши вместо одной. Мне очень интересно то, что вы это говорите. Не интересно? Нет. Я вот смотрю на поведение Алины, на ее отношение к нам. И, честно говоря, я в шоке. Но так себя вести в гостях, это что-то невообразимое. Я всегда холодная и резкая к людям, с которыми я не планирую общаться. И они мне ничем не пригодятся в жизни. Не меняете, да, приборы? В смысле, вы после каждого принятия пищи выбрасываете? Нет. Что вы покупаете? Нет, просто моют. Ну, тоже просто моют. А, моют посудомоечная машина? Ну, у нас такого, к сожалению, нет. Может быть, ты все-таки попробуешь оливье? Ну, ты, если честно, не очень похожа на оливье. Ну, ты попробуй, расскажи, чего там не хватает. Как вот ты вообще к домашней кухне относишься? А что вот ты больше всего предпочитаешь? Борщ очень люблю. Борщ тоже хороший. Да, котлетку с картошкой обожаю. Ну, там обязательно трюфельный соус, конечно, добавляют. Это новая русская кухня называется. Это интерпретированные блюда. Они пришли из Франции, там добавили какие-то новые молекулярные составы. То есть на основу домашнего добавили что-то современное и получилось ноу-хау. Да, современное за счет других стран получается. Ну, да, да, да. Мне кажется, это русской кухней не назвать. Трюфельного соуса, конечно, у нас нет, но борщ можно сообразить. Есть здесь домашнюю еду, которую приготовили сами люди? Я не собираюсь. Ну, по поводу еды, какая может быть обида? Она, в принципе, приехала в другую среду. А тут еще и заставляет поесть что-то, да? Не поела сейчас, поесть потом. Голод не тетка. Ты что такая хмурая сидишь? Ты такая симпатичная. Алин, у тебя так вот все лицо, да, соответствует глазки, бровки, носик, губы. Вот ты в кого вообще уродилась, мама или в папу? У меня много денег на это ушло. На пластические операции. Ой, понятно. Я сделала ринопластику за 800 тысяч рублей. Губы подколола, подбородок. В целом где-то 1300 вышло на это. И сейчас еще хочу сделать ягодицы, накачать импланты. Откуда ты берешь такие деньги? Папа дает. А как тебе вообще родители, ну, разрешают в таком возрасте делать что-то со своей внешностью? Они не разрешают. Они же тебе дают на это деньги или они дают деньги не зная на что? Ну, они дают деньги на путешествия, например, а я их трачу на нос. И мама что, не видит, что у тебя? Они видят, но они что могут сделать? То есть уже сделано по факту и уже все, да, не исправят? Ну, да. Ну, не знаю, как-то неправильно в таком возрасте делать столько операций. Мне кажется, своя красота. Да и в принципе, да, делать, чтобы... Нет, во-первых, а во-вторых-то еще как бы, ну, растет и череп изменяется. Ты не думаешь, что будет хуже? А я ваше мнение спрашивала? Я не понимаю, почему вмешательство в мою внешность их интересует. Мне вообще неинтересно их мнение. Какая причина того, что ты приехала к нам? Родителям не понравилось, что я делаю слишком много манипуляций с лицом. Мне бы тоже не понравилось. Ну, я просто совершенствуюсь. Для каждой мамы свой ребенок все равно совершенен. Я думаю, что свои родители правильно реагируют. Я бы тоже не дала бы не то что согласия, ни копейки бы не дала. У вас и нет копейки, наверное, чтобы дать. Поверь, что свои копейки мы зарабатываем. Там не копейки это все стоит. В этом проблема. Ну, мы просто в таком не нуждаемся. Не надо оправдывать то, что у вас нет. Ничего не надо оправдывать. Ну, вот у меня внучка, вот она никаких манипуляций не делала с лицом. Она некрасивая? Вот она сейчас не накрашенная, ничего. И волосы у нее не подкудрявлены, это у нее натуральные волосы. Это вы видите так свою внучку. Так вот и твоя мама тебя видит по-другому. Ну, я думаю, что она не была хуже до своих исправлений. Потому что она симпатичная девочка. Откуда-то в ней вот это появилось. Кто-то же ей что-то сказал. Может, какой-то мальчик, я не знаю. Или какая-то девочка, как это бывает в школе. И я думаю, что мамины переживания здесь вполне уместны. А кто твои родители? Чем они занимают? Про папу не буду говорить. Он, ну, просто бизнесмен. Он в разводе с моей мамой. Как раз таки он мне и дает деньги. Ну, мама просто отдыхает, сидит с сестрой. Ну, вот я здесь. А дальше что? У зрительниц телеканала «Ю» нет слов. Ой. Только эмоции. И все потому, что они очень, очень, очень рады. Я этого не ожидала. В премьере реалити. Обычная жизнь сельская. Где простые селянки и непростые горожанки не просто меняются домами, а пробуют жизнь по-новому. Девочки, вам понравилось? Селянка-горожанка. Из бутика в огород. Меняем жизнь наоборот. Сейчас все будет. Отвал в башке. Я еще хочу. Каждую пятницу в 18.30 на Ю. После обеда семья повела Алину на экскурсию по дому. Здесь у нас туалет. Ну, ладно. С обоями. Вкус у вас отменный. Это моя комната. Уютненькая. Тут я когда-то делала уроки. Сейчас я учусь в другом городе. Ну, здесь у меня стоит инструмент. Синтезатор. Под ковром. Ну, это чтобы пыль не забивалась. Здесь у нас комнатка такая, ну, проходная. Это детская у нас. Мы год как переехали, поэтому еще в стадии ремонта. Понятно. Меня угнетает атмосфера. Никакого интерьера, дизайнерского решения. То есть это делали, скорее всего, они сами. А вы не могли убраться хотя бы? Ну, к вам человек приезжает. Насколько смогли, настолько убрались. Это у нас зал. А телевизора у вас нет? Нет. Обалдеть. Почему вы за шторой сделали телевизор? Ну, потому что, когда хочется посмотреть, мы его раз открыли. Когда не хочется, мы его раз закрыли. У меня нет слов. Стены драные, нет ремонта. Я не представляла, что люди могут жить в таких условиях. Собственно, вот наша казачья семья. Мамин отец, сын сотника. А это что, у нас дома меч лежит? Это шашка казачья. Это настоящее. Что же мне делать, дерутся? Это мне подарил атаман. Мы же традиции несем в массы, мы поем казачьи песни. Почти по всей России мы ездим. Мне рассказывают историю семьи. Я не понимаю, для чего мне эта информация. Это их семья, их дело. И почему они рассказывают об этом мне. Достают шашку. И вообще, чему ее держат дома? Тут у нас баня. Тут мы моемся. И паримся. Паримся. А как вы здесь голову поднимаете? Мы же там без каблуков. Настоящая русская. Какая же антисанитария вообще конкретная. А это что? Это наш умывальник, мы тут умываемся. А где вода? Воду наливаем из бани тепленькую сюда. Вот так раз. И потекло. Я здесь буду умываться. У меня лицо, не знаю, во что превратиться. Там уже никакая косметология не поможет. Дом, для нее это даже не дом. Баня даже, да не баня, ну не нравится ей все. Это наш огород. Психонько. А вот зверишек у нас есть. Это гуси? Нет, это утки. А, что у вас какой-то огород прям вообще скудный. Мало работы? Ну я думаю, что вообще работы нет. Тут ни цветов, не видно, что ухожено, что-то. Что у вас с теплицей? Снегом раздавил. Вы починить не можете? Пока еще нет. Мне было бы стыдно такое показывать. Да ну. Нам не стыдно. То, что есть. То, что у нас есть, то есть. Ну конечно, она такого и не видела, наверное, никогда. Чтобы утки ходили живые по огороду. Чтоб она грязь наступила где-то. В такой атмосфере, ну, находиться невозможно. Алин, как-то мне твое настроение не особо нравится. Мы тебя как-то, не знаю, обидели. Вы не понимаете? Ну, я нет. Вы даже не удосужились убраться. У вас грязные приборы. У вас нет сервировки стола нормальной. У вас на улице сломано. Они недавно переехали, да. На наши копейки мы вот как бы на наши. Ну, вы когда приглашаете гостя, вы должны хотя бы соорудить ему место, где он будет пребывать. Вот где вы хотите, чтобы я спала? Ну, два места, по крайней мере. Здесь и вот в гостевой комнате. В гостевой комнате? У прохода вы хотите, чтобы я спала? Вы издеваетесь? Я не хочу у вас жить. Я сейчас ухожу, и я буду спросить, чтобы позвонили сейчас родителям, потому что это просто отвратительно. Хозяин-барин. Хорошо, свидание. Еда не такая, стулья не такие, вилки не такие, все не такое. Официантов нету, ничего нет. Я всегда ухожу оттуда, где мне не нравится. Я такая, потому что я себя люблю. Она прям, правда, взяла шуму? Да? Да, она собирает вещи. Алин, может, все-таки ты останешься? Ну, куда ты пойдешь? Там, во-первых, холодно. Понимаете, в таких условиях? Ну, у нас как есть, так есть. Ну, вот как есть, так и живите. Все, до свидос. Все, не снимайте. Ну, подожди, стой. У вас и еды нормальная. Я что, есть буду? Где я спать буду? Я не смогу там уснуть. Остановись, давай поговорим. Че? Вот куда ты сейчас пойдешь? Пешком? На дорогу. Куда? Машину искать. Навряд ли здесь тебе кто-то поможет. Давай ты вернешься к нам. Там мы все вместе присядем и все обсудим. Может, как-то сможем договориться. Подстроимся, не знаю, под тебя. На улице холодно, я вот за тобой выбежала, в чем есть. Пошли вернемся и обсудим договоримся. Ну, неси мой чемодан тогда. Я поняла, что мне действительно некуда идти, меня никто не заберет здесь. Съемочная группа объяснила Алине, что команда проекта помогать ей в отъезде не станет. Потому что цель эксперимента – перевоспитать Чада, а не потакать его прихотям. Алина возвращается в дом к семье Калинчук. Не переживай, мы сейчас договоримся и все решим. Я вернулась только потому, что деньги мне перережут. И можно быть немножко хитрее, остаться здесь на час, на два и потом уйти. Чемодан я твой сюда поставлю. Надо как-то по-другому с ней. И поощраться. Нет, а мы и так ничем не обижали. Это то же самое, что тебя сейчас вот так вот взять, забросить куда-нибудь на Рублевку в пятиэтажный дом и сказать «живи здесь». А что делать-то будем? Ей нужно адаптироваться. Она из той жизни, где ей все позволено, где у нее есть куча денег, где у нее есть рядом родители. Она просто приехала сюда, в неизвестный круг людей. Для нее это как парк юркского периода. Можно так сказать, вот как в парке. И мы живем в сарае. Вот это меня прямо, с одной стороны меня это прямо обидело. Ну зато наш сарай собственный. Да? Ну да. Мы сейчас договоримся и все решим. Разговор отложили до обеда. Чтобы расположить к себе чадо, Наталья специально для Алины приготовила борщ. Алин, ну твой любимый, нелюбимый, ну борщ. Не попробуй, не ж не ела ничего. Он выглядит как-то не очень. Сметанку положи. Вот возьмем ту ситуацию. Ты сейчас уйдешь. Ну допустим, ты как-то каким-то образом уйдешь. А как-то с родителями будет у тебя продолжаться? Он же и не закончится. Если уж решились, как говорится, на такой шаг надо довести уже до конца. По сути, да, ты же все равно пошла на этот шаг. Решилась же по какой-то причине. Ну я решилась по причине того, что мне сказали, что мне перестанут давать деньги. Без денег я не смогу жить. Ну давай мы вот просто с тобой договоримся, да, хотя бы на сегодня, а завтра уже решим. Ну если вы мне предоставите условия какие-то, нашествования здесь, нормальное место для сна хотя бы, хотя у вас тут нет его, но организовать как-то это место. Ну мы постараемся. Ну если вы не организуете, будьте готовы к тому, что я могу в любой момент взять и просто уйти. Семья от меня в шоке. Ну а что они думали, что я приеду, тут лапочка такая буду с ним? Нет. Я такая, какая есть. Веду себя так, как я хочу. Куда? Блин, напроводи умыться. Пошли. У вас дома нету, что ли? Нет, мы умываемся в бане. Потому что у нас в доме нет пока теплой воды. Когда я тебе тапочки подам? Не брендовую, естественно. Нет. Меня друзья засмеют просто. Никто с тобой не перестанет дружить из-за того, что ты на брендовой этапочке. Мы перестаем дружить, когда покупка, например, в ЦУМе не проходит, мы перестаем дружить сразу с человеком. Общение у нас как-то пока не идет. Алина считает меня какой-то простушкой, деревенской, бедной. Но я пытаюсь идти с ней на контакт. Так, заходи. Здесь разуваешься? Вон вода. Если надо, вдруг вон там тазик. В принципе, я думаю, разберешься, да? Ну, и я тут постою, чтобы тебя никак не смущать. Такой грязный тазик. А я хотела спросить это, а ты зачем вообще нос делала? Ну, сейчас же все хотят кукольный нос, маленький. Но родители не разрешали, они просто мне... Тут какие-то ошметки валяются. Блин, она не поворачивается. Да нормально все будет. Я не могу повернуть. Всю жизнь умываюсь и ничего. Она не поворачивается. Ты что, издеваешься, что ли? Я тебя просила здесь разуваться. Еще что мне сделать? А как ты его повернула? Вот. Ну, посмотри, вот что за ошметки выходят. Это отвратительно просто. До свидания. Я считаю, что мой приезд сюда, это, конечно, большая ошибка. Тут себя комфортно, невозможно чувствовать. А где мне спать? Ну, в принципе, вот. Что, шутка какая-то? Да нет. На проходе? Можем в зале положить тебя. Это тоже на проходе. У нас это считается, как гостевое место. Ну, опять уходить? Да, опять уходить. Ну, я могу тебе предложить у себя в комнате расположиться. Девоньки, вот белье я принесла. Алиночка, белье все новое. Алиночка, я тебе желаю спокойной ночи, дорогая. Хороших тебе снов. Я думаю, что завтрашний день будет гораздо лучше, чем сегодняшний. Я очень надеюсь на это. И очень хочу, чтобы ты проснулась с хорошим настроением. Спокойной ночи тебе. Сюда присяду с Ромой. Баю, баюшки, баю, не ложись на краю. А ты что, так всю ночь будешь, что ли? Это вообще какой-то... Первый день эксперимента подошел к концу. Сегодня дочь тюменских миллионеров, 17-летняя Алина Романенко, засыпает на новом месте. В доме казачьей семьи Калинчук. Наступил второй день эксперимента по перевоспитанию 17-летней Алины Романенко, дочери тюменского миллионера, в многодетной семье Калинчук, в поселке Красногорске Челябинской области. Сегодня Наталья встала в 6 утра, чтобы испечь свежие булочки, пока все спят. Гостя на новом месте долго спать не смогла. И тоже встала рано. Ой, Лин, доброе утро. Ну, если честно, я думала, что ты проспишь вообще до обеда. А что у тебя на лице? Маска для здоровья, пор. Вы не делаете? Ну, нет вообще. Чай будешь? Давай. Ты за внешностью всегда так следишь? Ну, да. У меня все следят, все друзья. А можно мне стакан с мылом помыть? А что тебя не устраивает в нем? Ну, он грязный. Где грязный? Покажи. Это везде. С чашкой, я думаю, это просто очередной каприз. Мне, в принципе, это не трудно сделать. Помыть, перемыть. Лишь бы только она никуда-то не стартанула опять. А что еще ты делаешь, помимо масок? Ой, ну там всякие косметологические процедуры, приборами всяким. Ну, я вам не смогу объяснить, потому что вы в этом вообще ничего не понимаете. Просто, может быть, и времени нет. А что вы целый день делаете? По дому дела разные. Дети, огород. У вас даже времени нет? Работа. На себя? Ну, если только совсем чуть-чуть. Отстой. Ну, почему же? Когда семья большая, это же радость. Иногда и про себя забываешь. Алина, бери булочки. Я с утра настряпала уже. Это с джемом. Здесь с яблочками есть. Домашние. Свежие. Не с магазина. И не из ресторана. И не из ресторана. Плохо. Мое ощущение от нового дня не может быть хорошим. Еда невкусная. Ну, на этом все. Как спала? Праздно. Почему? Ты знаешь, что у тебя в кровати пружина? Пиши, каждую пружину чувствуешь спиной. Да не знаю, я уже привыкла. Ну, мне пока не нравится у вас. Я каждый раз какие-то минусы нахожу. Это не похоже вообще на ту жизнь, в которой я живу. А есть полотенце? Тебе чистенькое, наверное, да? У вас, наверное, чистых нет. Держи. Ты что, это чистое полотенце, Алина? Ничего страшного. Надо было водой смыть сначала. Ну, выкинете, постирайте. Ну, это совсем не уважение, конечно, полнейшее. Что поделать? Придется вам со мной жить. Ну, раз остаемся жить, дальше продолжать, значит, сейчас пойдем трудиться. Трудиться? Ага, сейчас пойду прям. Побежала. Я вообще физически никогда ничего не делаю. Для этого есть специально обученные люди. Я здесь вообще-то гость. У каждого свои обязанности. У нас каждый делает какую-то работу. Ну, вот у вас есть обязанности, у меня нет. Настя и Алина пойдут кормить уток, потом облезать ветки. Мы с Ромой копаем морковку. Ты, мам, тут что, по дому? Даша с Тони. Мы сейчас с тобой пойдем переодеваться. Я готов. Поэтому готовься. Нет, ты идешь переодеваться, а идешь работать. Ну, по правилам ты все-таки должна сделать то, что делаю я. Наймите человека, который этим занимается. У нас нет такой возможности каждый раз нанимать человека, чтобы он что-то делал. Почему бы не сходить и не помочь Насте? Ну, потому что я гость здесь. Что непонятного? Вы гостям всем предлагаете в огород идти? Ты для чего-то же сюда приехала, правильно? Для денег, которые мне вернули. Если на то пошло. Давай мы их заработаем. Ты идешь кормить уток, обрезаешь ветки, а за это тебе дают деньги твои родители. Проект есть проект. Значит, надо делать как положено. Алина собирается покинуть реалити. Съемочная группа снова вступает с ней в переговоры. Чаду пытаются донести, что по правилам проекта ни денег на дорогу, ни телефон для звонка ей дать не могут. И лучший выход из ситуации – это вернуться в принимающую семью и продолжить эксперимент, ради которого Алина и приехала. Чада нехотя соглашается. Тебе сейчас нужно будет насыпать в корм сюда шесть вот этих маленьких ведерочек. Давай высыпай. Ну как, тебе же нужно… Ну ты должна же показать, как это делать. Здесь все просто. Ну вот, раз просто, ты и сделай тогда. Не, ну тебе же тоже надо делать, помогать. Ну давай, я тогда насыпаю корм, а ты пойдешь его высыпешь. У тебя такие глаза немного тусклые. Мне кажется, надо тебе реснички сделать, 3D хотя бы. Не знаю, я в этом как-то особо не нуждаюсь. Это понятно, там реснички, маски, крема и так далее, но все равно надо же… Не только же за счет красоты нужно вот как-то самоутверждаться, тебе сейчас нужно зайти. Вот видишь, вот там тазик стоит. А почему здесь так воняет? Набери ведро. Нет, я не буду. Давай, давай, они уже вон ждут. Нет, я не могу. Пошли со мной тогда. Давай, иди ты сначала, потом я. Хорошо. Тогда заходим. Фу, у меня прилипают ноги какашкам. Бери ведро. И высыпаешь вот сюда. Она не хотела и перешла через себя. Это очень хорошо. Но... Она не любит работать. Ну вот по поводу красоты ты говорила. Помимо же этого нужно как-то работать, помогать своим родителям. Ну ты в этой среде родилась, поэтому ты считаешь, что так нужно делать. Ты утром встаешь, тебе надо гусей покормить. А я просто встала и пошла кушать в 2 часа дня. Все, у меня все замечательно. Тебе разве не хочется такой жизни? Не, ну а помимо всего вот этого, ты что-то еще делаешь, ты как-то, не знаю, учишься, где-то, может, подрабатываешь, чего? Вообще ничего не делала. Я же блогер. А что, блогеры не работают? Я показываю свою богатую жизнь. Вот и как бы вся моя работа. Ну, слово работа какое-то не очень, мне не нравится. Так а ты чем занимаешься? Ну, я учусь на хормистера. Это что такое? Ну, это педагог по вокалу. Буду заниматься со взрослыми людьми, буду заниматься с детьми, учить их петь, как правильно вести себя на сцене. Так, вставай куда-нибудь сюда. Как тебе эта жизнь нравится? Ну, в целом, да. То есть ты не хочешь просто заняться собой? Ну, собой я занимаюсь, как минимум, там, не знаю, саморазвитием. Образовываю за счет... Лицо, лицо — это визитная карточка. Понимаешь, тебя видят, сразу оценят по внешнему виду. Ну, не только же за счет красоты как-то самоутверждаться. Нужно же еще образование свое показывать. Кому показывать? Людям окружающим. То есть они увидят, что ты учишься на кого-то? На хормистер. Ага. Они увидят, такие, вау, она учится на хормистера! Ну, вот это образование! Вот это она молодец! Ты считаешь, что, знаешь, что, лучше быть блогером, чем вот так вот, там, не знаю, за сколько рублей работать. Ты же понимаешь, что это не очень прибыльно. Ну, смотря, как ты будешь работать и, в принципе, где работать. Если есть желание, то можно добиться всего. Ты же вот, например, хотела стать блогером. У тебя было желание. И у меня есть желание, значит, я тоже смогу добиться всего, чего я хочу. Пока что ты копаешься в огороде. Я копаюсь в огороде из-за того, что я люблю своих родителей. Любовь не только проявляется в объятиях и приятных словах. Нужно же тоже помогать. И в деньгах. Деньги не главное, скажу так. Деньги не главное для тех, кого их нет. Да не знаю. Мне все хватает. Да не ври. Не ври, что тебе нравится. Ну, видно же по теме, что ты устала от этой жизни. Что ты утром встаешь. Нек, и тебе идешь, этот кабачок резать. Тебе в жизни он вообще никак не пригодится. Ну, почему же? Мало ли, вот у меня, может, какая-нибудь ситуация повернется, что мне придется, не знаю, пойти... Копать в огороде. Да, копать в огороде. Класс. И я уже буду знать. Я вот знаю, что у меня такой ситуации не произойдет. Настя говорит разговор правильной девочке просто потому, что у нее нет денег. Поэтому ей приходится находить какие-то плюсы в том, что она помогает родителям. А если бы у нее были деньги, она бы крутилась в другой среде и, возможно, делала бы себе пластические операции или подколола бы губки. И вся эта помощь родителям была бы у нее на 25-м месте. Бери нож. Так. И просто режь на... Вот одной рукой держи, другой режь. А-а-а! Как ты урезала! У меня впиваются ногти туда. Прравляться. Режь сама, я не могу. Короче, ладно, чтобы мы с тобой здесь не торчали очень долго, а то холодно. Для уток кабачки – деликатес, но калинчуки ежедневно кормят им птицу. Еще одна задача Насти, а значит и Алины, помочь Александру с обрезкой деревьев. Так он поддерживает чистоту у ворот. Вот мы их убирали по весне. Они уже опять такие. А, это мусор. Вот, пробуй. Вот, хотя бы так, да. Влекательное, да, занятие? У-у-у-у! Ты дома помогаешь? Нет. А почему? Ну, потому что у нас есть садовники. Другие какие-то занятия? Ничего не дают? Мне никаких заданий не дают. Алина, у тебя какие отношения с папой? Ну, папа просто обменивается со мной, как сказать, привет, вот, на денег и все. Каждый раз, когда я с ним разговариваю, я плачу, потому что он строгий очень. И он всегда меня за что-то ругает, когда я с ним разговариваю. То есть нет такого, что я была бы какой-то идеальной. Я вечно какая-то не такая. А за что он тебя может ругать, если вы с ним не общаетесь? То, что не учусь, то, что лицом своим занимаюсь. А ты сама как-нибудь пыталась с ним налать отношения? Пыталась, да. Я просто хочу от него добиться того, чем он мне может поделиться. Это любовью. Может, он любит, но где-то в глубине души, но и не показывает этого. А может, это как-то стесняется? Может, какую-то вину чувствует перед собой, что он тебя оставит? Может, и чувствует вину, да. Надо будет дать понять, что ты на него не обижаешься. Ну, вот у меня отец тоже был, у меня на него обиды. Долго я с ним не общался. Он даже не знал, где я нахожусь. Он что-то однажды где-то мне что-то тикнуло, и я ему позвонил. И начали с ним общаться заново. Тяжело было. И ему это тоже как-то стыдно было, то ли что, я не знаю, но потом он маленько понял. За то, что не удержал тебя, наверное? Ну, может быть. Какое-то время прошло, и я понял, что он отец все равно. Может быть, все наладится. С годами ты взрослеешь. Он мудреет. Может быть, не всегда у него возможность какая-то есть. Может, где-нибудь в разъездах пойти, да? Наверное. Он работает постоянно. Может, просто стоит с ним как-то обсудить, сказать, что хочешь прям видеться. Смотри, как бы вычеркивать тоже из жизни своей этого человека не стоит. Настя вот с своим отцом общается. Саша, это не мой родной отец. Я тоже... В гости и с сестрами, и с братьями у меня все хорошо. Ну, все, помойку несите, нигде не бросайте по дороге. Куда, которая та? Да, я остаток там утащу. Так, давай я тебе помогу ветки взять. Алина узнала, что Александр не родной отец Насти. Он растит ее с шести лет. У Настиного родного отца, как и у родного отца Алины, другая семья. А у тебя, получается, родители развелись? Я когда маленькая была, мне было буквально, наверное, года два или три. Мы, получается, жили вдвоем с мамой, а потом уже появился вот отчим Саша. А почему вообще родители развелись у тебя? Честно, я не знаю. Скажу так, что это меня, может, не касается. Это была их жизнь. Я ее могу понять, потому что раньше у меня было то же самое. Мой родной отец не живет со мной, и я обижалась на отца. Но сейчас у меня все хорошо с ним. А у тебя почему родители развелись? Наверное, они сошлись характерами. У меня папа постоянно работал. Никогда почти не приходил домой. Я его видела несколько раз, там, бывает, за месяца три. Ну, то есть, получается, он как бы был, но... Мать перенесла вот это расставание. На самом деле, очень тяжело. И вот до сих пор я все это прорабатываю. У меня осталась на него обида, что он тогда оставил меня. Он сразу же завел другую семью. Ну, честно, тебе даже жалко становится, потому что... Все-таки отцовская любовь – это важно. Но не переживай. Все будет хорошо. Может, он еще опомнится. У него есть такая замечательная дочка. Ты очень красивая, добрая. Вот, все, не плачь. Все будет хорошо. Все. Для меня больная тема отца, конечно, это обида. У меня разрывает сердце. Нет никакой злости. Есть просто обида, которая ноет, ноет, ноет. Это рано. Я плачу, но мне греет душу, что хотя бы меня кто-то понимает. И я не одна такая. Алинина слезы для меня какой-то показатель того, что ей правда тяжело. Настя рассказала Алине, что несколько лет после развода родителей с папой она общалась мало. Но потом Настя сама проявила инициативу, начала звонить отцу и получила отклик. Сейчас она с папой и его семьей в теплых отношениях. Видится раз в неделю и созваниваются каждый день. Пока старшие девочки убирали срезанные ветки, Наталья вместе с младшими детьми составляет для чада инструкцию, как пользоваться русской баней. Чтобы сегодня Алина справилась с умывальником и все-таки смогла помыться. Александр решил удивить гостью старинным казачьим блюдом – кулеш. Это густой суп из картошки и лука, пшена и вяленого мяса. У себя дома Алина не готовит сама. Но разговор по душам с Настей смягчил мажорку. И она согласилась помочь почистить лук. А вы откуда узнали этот рецепт? Мне рассказал один дед-казак. Где-то по фестивалям ездили. И была полевая кухня. Оттуда все это и подчеркнулось. А вы почему так зациклены на всяких традициях казачьих? Ну, у нас потому что родовое это все. Ты знаешь, например, кто твой прадед был? Мы делали древо семейное, но не особо было как-то это интересно. Ну, а почему ты не хочешь знать, кто твои родственники? Ты не знаешь, наверное, другие занятия из жизни. Все равно же нужно знать, кто твоя родня. Мой прадед – казачий сотник. Мы знаем их традиции. Мы знаем их быт. Как они жили, что они ели, что они пили. Ну, а кому это важно? Без этого прожить, что ли, нельзя? Ну, это для нас важно. Что мы знаем, что мы их помним. Мы продолжаем в какой-то степени их дело. Что такое казачество? Для чего оно? Сейчас мы своим детям об этом рассказываем. Потом они своим расскажут. У меня вот в 19-м году вручили медаль «Возрождение казачества». Я ездила даже на мастер-класс традиционному костюму. И у нас все это есть. Можешь потрогать. Сейчас я принесу. Наши костюмы – это восстановленные уже костюмы. Пускай они немножко уже интерпретированы, да, уже на современный лад что-то сделано. Естественно, это уже не те ткани, тесьма, не какая-то. Но, тем не менее, они очень близки к тем костюмам. Это греет душу. Смотри. Ничего ты тут. В бой собралась. Это фуражка. Мужской головной убор. Помимо фуражки есть папаха еще. А это вот нагайка. На охоте подержи. Это волчатка. Вообще, изначально это шло как для охоты на волков. А потом уже казаки применяли ее и как для самообороны. И вообще, это как самый главный атрибут казака считается. Ее дарит обычно зятик и тесть. О, она к тебе идет. Смотри, как здорово. В основном всегда она висит над кроватью у казака. А это вот, смотри, это мужской тоже головной убор, только зимний. А вот костюм, смотри, не старинный, да, но он сделан по всем вот этим вот канонам. Это называется парочка, потому что здесь вот она сама. Отдельно юбка и отдельно блузка. А, кстати, вот эта штука я сделала из подзора. Это настоящая вышивка ручной работы. Подзорами называли ткань, которую стелили под покрывало. Дела соединила, сделала из него подъюбник шикарный. И вот эти песни оттуда, которые вы вначале пели. Ну да. Мы много и традиций поем, и много современных поем. Как говорят, если упомянули в песне казака, это не значит казачья песня. Казачьи песни настоящие, они разные. Походные, свадебные, традиционные. Так что, если душа поет, как не петь? И поэтому и пошла, и отучилась. И уже работала. И работаю, и вся жизнь этим связана. И дети мои туда же пошли, да, и Настя. Ну я вот как раз-таки туда и пошла учиться. А деньги? Я вот блогер, например. Там популярность, деньги, все это понятно. А здесь? Ну здесь тоже своего рода популярность. Мы поездили везде. А деньги, да, несомненно, они занимают важную часть в жизни. Но если работа нравится, как-то о деньгах мы и не думаем. Ну есть они, есть. Сегодня нет, придут завтра. Кулеш сварился, и Александр усадил всех обедать. Ну что, попробуем? Да, конечно. Только мне немного накладывай, пожалуйста. Семь немного. Папуле очень вкусно. Горячо. Ну что, тебе как? Ну да, как будто каша обычно. В общем-то, это было неплохо, я даже удивилась. Правда, там не хватало соли, но в принципе неплохо. Мне нравится, что эта семья поддерживает какие-то свои традиции, что они там что-то помнят, приносят мне, показывают, меряют на меня. В общем, это немного сплочает. Вчера Алина не разобралась, как мыться в бане. И сегодня специально для нее нарисовали инструкцию и решили провести мастер-класс. Вот тебе вход в баню. Сняли обувь и одежду. Возьми таз и ковш. Открой кран, чтобы умываться. Даже кран нарисовали тебе, в какую сторону, чтобы ты запомнила. Да, почти все. Да? А тут жарко. Нормально. Знаешь, как усталость снимает хорошо? Мышцы расслабляет. А вот так. Как массаж. Русская спарка. Докольно, реально. Мы из нее выбили негативную баню. Вместе с веником, вместе с паром, мне кажется, это все ушло из нее. У нее даже по лицу стало видно, что ей очень понравилось. Не знаю, что этому способствовало. То ли люди мне открылись какими-то другими. То ли какие-то шутки были. Я не знаю. Но мне стало спокойнее находиться рядом с этими людьми. По правилам проекта, в конце второго дня родители обеих семей знакомятся друг с другом. Алина и дети Калинчуков сели пить чай. И у родителей появилась возможность поговорить. Какая интересная мама. Брюнетка, блондинка. На Линка на кого похожа? На папу или на маму? У нее же операция. Все будет хорошо. Прорвемся? Мы же казаки. Я боюсь, что ее заставят делать какую-нибудь грязную работу. С лопатой походит в дворе. Сейчас посмотрим. У кого остановилась? Чем занимается? Здравствуйте. Здравствуйте. Наконец мы вас увидели. Мы тоже очень рады вас видеть. Меня зовут Зухра. Я так обрадовалась вас увидеть, что это забыла представиться даже. А я мама, это бабушка Марина Михайловна. Очень приятно. А я Наталья. Это мой муж Саша. Очень приятно познакомиться. Подскажите, пожалуйста, в каком городе Алинчик у нас? Она в Челябинской области. Да вы что? Вы из какого города? Мы из Тюмени. Алинка у нас живет в Москве. Мы недалеко от вас совершенно. Как вы там с Алиной из нашей страны? Ну, конечно, встретили. Был шок. Зашла такая дама. Спросили имя. Она сказала, что дочь миллионера. И больше никак ее называть не надо. Встретили с пирогами, с песнями. Да, вы, кстати, послушали, как она поет? Она же тоже у нас песни поет. Вот. Ну, я думаю, что мы попоем еще с ней. Наварили борща. И она сказала, что борщ. Очень ей нравится домашняя кухня. Но говорят, кушай только в ресторане. Я говорю, ну, у нас не в ресторане, у нас вкуснее. Ну, это действительно так. Она только вот рестораны у нас любит. Ну, поела. А куда деваться? Кушать-то хочется? Она у нас чуть не сбежала. Мы вообще были в шоке. Она собралась пешком идти до Москвы. А вы что? Да, сейчас пешком. Все девчонки ее бегали, вообще ловили. У нас четверо детей, кстати. Какие вы молодцы. Ну, в общем, вернули все, слава богу. К вечеру вроде как она так помягче. Ну, все равно, характер-то сложноват. Сам характер не скроешь, конечно, это правда. Поэтому она оказалась у вас. Ну, она все равно такая хорошая девочка. Она прячется вроде бы вот за своей маской. Хочет быть такой дерзкой. Она сегодня даже маленько сплакнула, когда мы с ней разговаривали об ее отце. Ну, это действительно больная тема у нас, да. Да, она до сих пор с психологом прорабатывает этот вопрос. Потому что он просто жестковатый человек. Ну, все равно. Если она плачет, значит, душа живая, да. Я вот хотела узнать. Она вчера просто так заикнулась, мы вечером за разговором. Вот про пластические операции про ее. Как получилось так? Ну, почувствовала самостоятельность. Уехала в Москву. Деньги бесконтрольно поступают. Обманула немного. Попросила денежку на Дубай на день рождения съездить отпраздновать. А потратила деньги на ринопластику. В курсе не был никто. Ни я, ни отец. Поэтому за помощью вот обратились в передачу. Сами в шоке и сами хотим это остановить. Ну, мы очень будем стараться. Она, может быть, возьмет какой-то, может быть, урок. Так что все хорошо, вы не переживайте. Хорошую семью попало. Спасибо вам. У нас сейчас много чего примет. Спасибо. Но мы надеемся. Ладненько, всего доброго. До свидания. Все, очень было приятно познакомиться. Всего доброго. Такая бабушка красоточка, да? Мама такая хорошенькая. Не напугали мы их? Не напугали. Жалко, конечно, что с папой такие отношения. У нас еще два дня, так что все наладится. Все самое страшное, я думаю, уже позади. Не ушла же второй раз. Смотри, какая семья хорошая. И поют. Пирожки пекут, кормят. Хорошо стала кушать. Самое главное. Ну, это правда, да. И нагулялась там. И убегала. Поймали. После звонка Наталька пошла проверить, как младшие дети укладываются спать. А заодно выполнить семейный ритуал. Поцелуй, оскорбинка и колыбельная на ночь. Течет речка по песочку, бережочек точит, молодой казак. Второй день эксперимента подошел к концу. Сегодня впервые в жизни под песню Натальи засыпает и Алина. Днем она кормила уток, обрезала кусты, помогала готовить кулеш, парилась в русской бане. Наступил третий день эксперимента по перевоспитанию 17-летней дочери миллионеров из Тюмени Алины Романенко в многодетной семье Калинчук в поселке Красногорский Челябинской области. Александр на целый день уехал на работу на комбикормовый завод. Наталья, как всегда, встала рано, чтобы приготовить завтрак. Доброе утро. Давай, просыпайся, завтракать пойдем. Хорошо спала? Угу. Слава богу, хоть чего-то, но мы достигли, да? Что она никуда не срывается, что она никуда не бежит. Просто даже, что она с нами разговаривает по-человечески. Так, какую маску хотите? Это две пузырьковые маски, это тканевая, это для восстановления, это для сияния. Ой, ну и все, я хочу сиять. Ну, я возьму какую-нибудь. Алина, айда, подсказывай. Так, надо сначала размять маску, да, чтобы распределить. Как нос. Ой, как она вкусно пахнет. Лишь бы нас Тония не испугалась сейчас. Не узнает. Девочки, садитесь кушать кашу. Алин, ты вот всегда маски делаешь, да, постоянно? Угу. А операции вот эти, чем вообще тебе это нужно? У тебя такая красота своя, естественная. Ну, я же блогер. Подписчики, они пишут, если вдруг какой-то прыщик, если что-то не так. И мне важно, чтобы моя внешность всегда была идеальной. Не обязательно же делать какие-то исправления именно операционные. Ну, сейчас сделали, мне кажется, уже дошли до такого уровня, что можно это сделать и убрать. Может быть, я в этом ничего не понимаю, но, во-первых, мода меняется на те же губы. Я бы задумалась. Потом можно об этом пожалеть. Ладно, если бы были какие-то дефекты. Либо это действительно публичный человек, на которого смотрят, на которого равняются. И то в этих случаях, я думаю, что должна быть какая-то мера. А здесь молодая девочка, красивая. Там не то, что ничего исправлять. Там просто накорми и напои, и обними, и поцелуй. Все, ничего не нужно. Я противник, конечно, пластики. Ты чего сегодня у нас на подработку? Да, ты пойдешь со мной. Работать? Да. И я работаю в кафе помощником бариста. После кафешки я предлагаю за грибочками клесть. Я грибочки не собирала никогда. И, кстати, Настя, мы вчера разговаривали с мамой и с бабушкой Лениной. Ну, и что, как? Ну, мне мама очень понравилась. Такая бабушка тоже красотка. Но самое главное, что я узнала, Алина-то поет у нас. А завтра набираемся, хотим попеть. Может быть, какую-то партеечку споешь. Да, да, это можно. По выходным Анастасия подрабатывает в кафе в центре поселка Красногорский. Она принимает заказы у посетителей, варит кофе и подает десерты. Ну, вообще, изначально, когда я пошла работать в кофейне, у меня была цель заработать хоть какую-то копейку, чтобы не зависеть от родителей. Да, я заработала там колоссальные какие-то деньги, но я сама смогла себя одеть на осенний-зимний период. Еще в кофейне я работаю для того, чтобы как минимум научиться работать с людьми. Съемочная группа договорилась с директором кофейни, чтобы наравне с Настей сегодня поработала и стажер Алина Романенко. Впервые в жизни дочь миллионера будет обслуживать людей. Здравствуйте. Добрый день. Что будете заказывать? Будьте добры, средний капучино. Ага, так. На банановом молоке. А вы что будете заказывать? Капучино 350 и дрожжи на газончике. Нет. Я еще не определилась. Мне, пожалуйста, клубы мачо 450 и штрудель с вишней, с рекламным шариком мороженым. Можно, пожалуйста, курочку, вафля и бамбл? Все заказали? Да. Так, первый это вот этот вот столик средний капучино на банановом молоке и плюс карамельный сироп. Пирожное, брусничное. Это здесь, да? Это, да, это у нас. Голубая мачо, штрудель с шоколадом, вафля с курочкой, штрудель с шоколадным. Я не понимаю, что написали мне описать. Прошу прощения, я не помню ваш заказ. А вот у вас был штрудель с шоколадом. Штрудель вишневый с шоколадным шариком мороженым. Штрудель вишневый, спасибо. Штрудель вишневый. Так, у меня штрудель вишневый с шоколадным шариком мороженым. Я всегда ругала официантов, которые ко мне подходили. Я всегда очень грубо к ним относилась. Но когда я оказалась по ту сторону, и мне стало неловко. Ищи банановое молоко. Так, кокосовое. Вон банановое, поставай. Так. Мы берем вот этот петчер. Бери молоко. Смотри, нажимай от себя. Все. Все. И выливаем. Да, можешь брать и уносить это за первый столик. Это вкусно? Это очень вкусно. Так, ваш капучино на банановом. Первый заказ. Кафе Алина достаточно хорошо себя проявила. Я даже очень удивилась. Насколько я поняла, что она ни разу не работала. Здесь она очень быстро включилась. Я работала не одна с Настей, поэтому мне было работать легче. Она меня поддерживала, показывала, что мне нужно делать. Мне кажется, мы даже немножко подружились. Смена в кафе закончилась без нареканий. Стажер Алина Романенко получила гонорар. 500 рублей. Алина и Настя вернулись домой и переоделись для прогулки в лесу. Наталья повезла девочек за грибами. Лес находится в 25 километрах от дома клинчуков. Смотри, вот это поганка. Как говорят, зашел в лес, поганки есть, значит, есть грибы. Сколько это надо ходить, чтобы тут набрать ведро? Да это по-разному, мне кажется. Если хорошо повезет, то в течение часа-полутора можно набрать. Час это много. Алина, Алина. Айда скорей, давай саморежь. Ты его видишь? Да, вижу. Прям аккуратно его, прям под корень. Ой. Извините. Хороший, смотри, какой хороший. Ой, да. Из червей. А, там какая-то это. Да комар простой спрятался уже на землю. Прям крепенький такой, хорошенький. А вот они, смотри, вылазят маленькие. Смотри. Вы там сильно не топчите, мы напали на след. Кстати, вот по поводу песен-то твоих. То, что ты поешь. Можем поучить маленечко. Партеечек пару строк. Там сложно? Да нет, конечно. У тебя высокий голос или низкий? Ну я не помню, мне как-то определяли, какой у меня голос. Но я больше рэп пою. В ноту я попадаю. Это уже хорошо. Давайте попробуем, Настя, это посею лебеду. Ну давай. Мы тебе напоем, потом уже за повтором попробуем. Песня. Посею лебеду на берегу. Посею лебеду на берегу. Мою крупную рассадушку. Мою крупную зелененькую. Посею лебеду на берегу. Посею лебеду на берегу. Песня Жилья, ты же тоже лекарь. Она же приехала к нам своего рода вылечиться от чего-то. Поэтому здесь и баня, и лес, и песня. Ну я надеюсь, что и наша семья, они сработать должны в таком вот тандем какой-то такой. Как в салоне спа процедур. Алина, вчера с мамой разговаривали про развод родителей. Они очень тяжело разводились, они ругались. Он тебя все равно любит, ты же его дочь. Мне хочется, чтобы он эту любовь как-то показал. Ну а кстати мой папа, ну уже теперь царство небесное, никогда не говорил мне открыто, что я тебя люблю. У меня тоже какая-то, знаешь, всегда была на него обида. И пыталась всегда что-то доказать, быть самой лучшей. Ну я кстати заметила, что я ему там могу позвонить, когда я там каких-то высот добиваюсь. А может быть вот эти все твои манипуляции лицом, из-за этого? Да, он же тоже на тебя обратил внимание, сам позвонил там и сказал, дочь, что ты сделала там, тр-тр-тр-тр. Это же тоже может быть такое. Ну может быть и такое, да. Алина очень страдает по этому поводу. Я не знаю, даже здесь о помощи говорить, о какой-то извне смысла мне кажется нет. И вот эти вот, она говорит, там психологи работают и все. Здесь ей только самой надо держать в голове любовь вот эту отца. Она все равно придет, чуть-чуть надо подождать. Я так думаю, что она еще от него ого-го-го сколько любви получит. Наталья, Настя и Алина вернулись домой с килограммом грибов. Наталья решила сразу их замариновать. Алина, маме твоей отправим грибы. Он приглашал меня в гости к себе. И я к нему на каждый выходной к нему приходила. Он мне давал мед, чтобы я не болела. То есть какая-то забота появилась. Вот, кстати, о теме, про папу тоже. Хотела свой рассказать, момент жизненный. Ну в твоем случае операция, в моем случае я делала по-другому. Тоже когда молодая была. Я вышла замуж, когда он был против. Ну в общем мы с ним повздорили так хорошо. И все. Я перестала с ним общаться. Много лет прошло, его уже нет, давно в живых. Я сейчас, конечно, об этом жалею очень. Надо было поговорить с ним? Ну конечно, я уже думаю, знаешь, о том, что я ему не сказала. О том, что я хотела бы ему сказать. А сейчас приедешь, посидишь на могилке. Поговоришь с ним. Уже совсем другое, конечно. Мы взрослеем, наши родители стареют. И время идет, но даже сегодня здесь и сейчас. Не плачьте, я сейчас тоже заплачу. Не правда, эта тема такая у меня. Звони ему, даже если он не то что не хочет. Может быть силу каких-то обстоятельств не может с тобой разговаривать. Он потом будет жалеть все равно в старости. Ты будешь потом жалеть точно. Очень тяжело. Приехать к камню и разговаривать. Все хорошо будет. Грибы закатали в банке. Одну оставили для мамы Алины, другую для папы Насти. Владимир Олегович живет в этом же поселке. Владимир знает, что Настя принимает участие в проекте «Чадо из ада». И согласился принять у себя команду реалити. Мы ненадолго так, минут 15 забежали. Откуда, что, как? Да ничего, все нормально. Учеба, хорошо. У тебя как дела, как здоровье? Что рука? Лечим? Что у вас, когда хоккейный сезон-то открывается? Как снег выпадет? Все, заливайте это. Да, все как обычно. Я сидела и смотрела и слушала их разговор и представляла себя на месте Насти и ее папу, что это сидит мой папа. И как будто я с ним разговариваю и смотрела со стороны. И меня так это пробило, потому что у меня никогда в жизни, может сказать, такого не было, чтобы я сидела с папой вот так вот просто ни о чем разговаривала. Обычно это было быстро, там, привет, как дела, дай денег и все. А здесь был какой-то разговор ни о чем, но наполненный душой, и поэтому меня пробило это слезами. Звони, пиши. Звоним, пишем. Ладненько, давай. Все, нихура не приставать. Давай. Пока-пока. Пока-пока. Настя предложила Алине еще зайти к ее подруге Карине. Девочки учились в одном классе и с тех пор дружат. А еще у них есть общее хобби – создание кастомной одежды. Оно помогает экономить и выглядеть модно. А вы часто так вот вещи переделываете, не проще новую сразу купить? Ну, частенько. Прикольно давать вещи вторую жизнь. А где ты берешь вещи? Обычно в ЦУМе. Там обычно есть шоппер, так называют человека, который подбирает одежду. И мне человек просто приносит одежду на выбор, и я уже из нее выбираю, что буду покупать. Мне интересно. Я просто не привыкла по магазинам ходить. Я все на сайтах заказываю. Это для меня удобно. А если вещь не подойдет, например? Ну, обратно отправляешь, и все, и заказываешь. Ну, это же долго. Ну, прям долго. А о чем вы разговариваете обычно, когда вот так вот рисуете? Ну, там, о красоте говорите. О красоте? Ну, да, там. О операциях там каких-нибудь. Ну, не знаю, мы как-то особо на этом не зацикливаемся никогда. А у тебя есть какие-нибудь вмешательства? У меня сделан нос уже, губы сделаны, подбородок. Я хочу еще сделать импланты в ягодицы поставить. А вот ты обычно в общении с своими друзьями. У вас обычно речь про операцию заходит? Ну, в основном, да. Что кому надо сделать, что еще подколоть, какие новые процедуры появились. Тебе не страшно находиться на таких операциях? Блин, да, конечно, страшно. Ну, а что сделаешь? Вот хочется быть красивым. Я тем более блогер, и нужно всегда, чтобы лицо выглядело хорошо. То есть для тебя совершенство — это только в хирургии? То есть люди не могут быть от природы какими-то красивыми? Ну, может, и могут быть. Но а зачем сделаны тогда эти процедуры косметологические? Чтобы на них ходить, наверное. Я не знаю, как отвечать на это. Потому что импланты все-таки я буду вставлять. Хотя уже не знаю, на самом деле. Может, и не буду. И мне казалось, что с простыми людьми сложно общаться, потому что нет общих тем. Но за общим делом я поняла, что это не так. Меня не перестает удивлять, что эти деревенские люди постоянно пытаются помочь в твоей проблеме, разобраться, дать какой-то совет. В городе все не так. Если у тебя есть какие-то проблемы, ты просто идешь прорабатывать их с психологом. Это что, уже все? Завтра отъезд. Слушай, тебе так быстро прям, да? Даже как-то не хочется тебя отпускать уже. Ты как хочешь, не хочешь домой. Ну, домой, конечно, хочется. Уже по всем соскучилась. По собаке, по родителям. По нам будешь скучать. Будешь или не будешь? Или скажешь, ну, слава богу, я от них уехала. Ну, опыт очень хороший, конечно. Я получила, особенно в теме отца. Столько мне советов дали. Очень дельных еще вот с твоим отцом встретились. Вообще, я уже не могу остановиться реветь вообще. Это прям, прям сильно было. Ну, то есть тебе этот эксперимент пошел на пользу? В любом случае. Сто процентов. Если сравнивать первый день, когда я приехала, я была напряжена. То сейчас я поняла, что эти люди наполнили меня какой-то душевной добротой. И как будто во мне что-то изменилось. Как будто во мне что-то загорелось. Или что-то оттаяло. Как тебя отпускать вообще? Уже как родная нам стала. В Челябинске будешь знать, что мы у тебя. Вторая семья есть. Мы тебя всегда встретим. Ну, все. Сейчас я тоже буду. Опять. Это ставь на завтра. Алина как будто бы переродилась, стала обычной, простой девочкой. Как будто бы это наша старая знакомая, которую мы давно не видели. Наступил четвертый день эксперимента по перевоспитанию 17-летней дочери миллионеров из Тюмени Алины Романенко в многодетной семье Калинчук в поселке Красногорский Челябинской области. Алина, это мои коллеги с работы. Здравствуйте. Здравствуйте, девочки. Проходите, раздевайтесь. Что-то будет? Ну да, сейчас маленький праздник устроим, чтобы тебя маленечко так порадовать. Давайте передвигаемся туда, в большую комнату. Расставляем стол, ставим посуду. Так как Наталья, ее муж, мама и дети профессиональные музыканты, любые посиделки у них дома обязательно сопровождаются выступлением их семейного ансамбля «Люба». Пока Настя с бабушкой сервировали стол и рассаживали гостей, Наталья позвала Алину и Сашу обсудить совместный номер. Я не смогу. Сможешь. Так мы же поможем. Мы тебе поможем, не переживай, насколько там, ух ты, мы же команда. Там целая банда. Ну, может, мой голос там, не знаю. Красивый голос Алины. Я вчера слышала. Мы плечнем сначала, а потом уже подхватите. По сейю лебеду на берегу, по сейю лебеду на берегу, Мою крупную рассадушку, Мою крупную зелененькую. Чё, выходить нет? Погорела лебеда без дождя, Погорела лебеда без дождя, Моя крупная рассадушка, Моя крупная зелененькая. Вообще петь русские народные песни для меня совершенно иной опыт. Изначально я считала, что все это бред, но я поняла, что это сплочает людей. И это классно. Мне уже трудно расставаться с этой семьей. Прошло 4 дня, но кажется, что мы были знакомы дольше. Можно сказать, это стало для меня чем-то родным. Хочу сказать большое спасибо этой семье, которая меня приняла, которая научила меня всему, чему я не научилась. Это наполнило меня теплотой. То, что вы все есть, то, что вы храните казачество, то, что вы добрые, хорошие, светлые. Спасибо вам большое. У меня произошла переоценка ценностей. Я уверена, что в какой-то степени все будет хорошо. Я в это верю. Маме от нас большой привет. И папе большой привет. Ну, будем ждать звонка о том, что у тебя все хорошо, все наладилось. Ну, давайте. Эксперимент по перевоспитанию 17-летней дочери миллионеров из Тюмени Алины Романенко завершен. Съемочная группа везет ее в аэропорт. И сегодня впервые за 4 дня она может поговорить с мамой и бабушкой. Здравствуйте. Ой, здравствуй, моя солнышка. Малинчик, моя красавица какая-то. У меня красивая. Я горжусь тобой, моя сладкая. Бабушку-то покажи мне. Так показывай. Я тебя очень сильно люблю. Как ты там? Ой, такие истории у меня. Я там кормила гусей. Работала в кафе. Я елась булок. Меня там каждый день пирогами, кашами и вообще всем. Да ты что. В общем, я ела домашнюю еду. Не в ресторане, представляешь? Я так счастлива. Вообще, это был очень полезный опыт для меня. Проблема, которая была в фокусе, это проблема с отцом. Тут я, можно сказать, в ней немного разобралась. Потому что мы сходили к отцу девочки, с которой я подружилась. Я посмотрела на ее отца. Поняла, что мне делать со своим отцом. Еще я поняла насчет пластики. Может быть, мне и не нужна вся эта пластика. Может быть, она была для привлечения внимания. В общем, об этом стоит подумать. Я очень рада. Мы очень счастливы с бабушкой. Кто-то приняла такое решение. Ты умничка. Ты сильная, очень умная девочка. И пойдешь учиться, я думаю. Про учебу, как ты думаешь? Ну, вот про учебу думаю, что может быть и стоит. Потому что, опять-таки, я дружила с девочкой здесь. Она учится на хор мейстера вообще. Я думаю, что мне можно и стоит поучиться. Молодец. Вообще, я ужасно соскучилась. Как мы соскучились. Я очень хотела с вами созвониться, рассказать, как там все у меня проходит, чтобы вы не переживали. Я вот сейчас приеду, к вам буду обниматься с вами. Моя хорошая, как мы сильно по тебе скучали. Мы так сильно за тебя переживали. Мы тебя очень-очень сильно любим. Очень ждем тебя. Вообще, это был очень классный эксперимент. Я с самого начала, конечно, была не очень настроена. Думала, что все это бесполезно. Но сейчас я понимаю, что это того стоило. Я должна была ехать на 4 дня. Вот так вот просто. Бывает, иногда попадется человек. Один раз, полчаса поговоришь, он может жизнь поменять. А тут целых 4 дня. Ну все, в общем, я еду. Ждите меня. Я плов приготовлю тебе. Хочешь? А бабушке на пиццу хочешь? Бабушка, да я все съем. Молодец. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова